В эфире программа «Область спорта» с вами Егор Сорокин. Здравствуйте! О возвращении большого футбола в Иркутс в завершении сезона для «Ангарского Ирмака» и других темах поговорим прямо сейчас. В Ангарске молодежь продолжает отмечать Всероссийский день здоровья. Участниками дружеских соревнований стали 8 команд. Это студенты Иркутских и Ангарских колледжей, а также представители школ Олимпийского резерва. Для них подготовили станции, на каждой из которых ребята проявляли смекалку, умение работать в команде и показывали судьям уровень своей физической подготовки. Станции у нас будут различные, то есть спортивные, творческие, интеллектуальные. Например, спортивные у нас они будут планку держать, ну такое самое сложное для студентов, я думаю. Будут также у нас тир, они будут стрелять прямо у нас из ружья. Дальше у нас интеллектуальные вопросы про Олимпийские игры, какие виды спорта есть в Олимпийских играх. Студенческие соревнования в Ангарске – добрая традиция. С каждым годом участников становится все больше, а организаторы стараются придумать новые интересные задания. Ангарский Ермак провел заключительную встречу в текущем сезоне. Товарищеский матч против сборной при Ангаре посетили тысячи фанатов. В этом году Ермак не только доказал, что хоккей в Ангарске жив, но и вселил в болельщиков веру в дальнейшие победы. К слову, Иван Бердашкевич, Захар Захаров, Никита Боцманов и другие спортсмены останутся защищать цвета оранжевых как минимум на год. А игроки, которые родились в 2003 году, покидают команду и прощаются с болельщиками. Спасибо за сезон. Хороший коллектив. Да, где-то были разногласия, но мы все преодолели. Мы показали, что мы единый кулак и мы все можем. Все, мужики, всем удачи! Мы выросли, это главное. Что было в начале сезона, а сейчас мы добавили во всех аспектах. И всем спасибо. Все мужики красавцы. Я считаю, это, наверное, самый лучший коллектив был. Бились всегда друг за друга. Не стыдно назвать вас братьями. Спасибо. Напоследок игроки Ермака провели фотосессию и раздали автографы. Сезон закончен, время готовится к новому. Оранжевые вернутся сильнее, а вместе с ними вернется и многочисленная армия болельщиков. Иркутские футболисты активно готовятся к первым выездным играм предстоящего сезона, которые пройдут в апреле. Накануне спортсмены вернулись со сборов и уже через несколько дней отправятся в турне. Какие задачи предстоит выполнить и когда большой футбол придет в наш регион? Расскажем далее. Сезон для Иркутска стартует уже 7 апреля. Несмотря на это, игры на домашнем стадионе труд пройдут немного позднее. Такое решение принято, чтобы как следует подготовить домашнее поле. Первые пять игр против команд «Спартак-2», «Тверь», «Динамо-2», «Динамо-Вологда» и «Чертаново» пройдут на выезде. К слову, в прошлом году дебютные матчи для «Бабров» прошли успешно. «Свисток об окончании матча Иркутска одерживает свою первую важную, наверное, такую знаменательную гостевую победу и стартует вот так вот удачно в этом розыгрыше второй лиги «Б». Как и в прошлом году, иркутяне будут выступать в группе 2 дивизиона «Б», в которой играют еще 16 команд. Напомню, в своем первом сезоне на профессиональном уровне Иркутс занял третье место и пропустил меньше всех в лиге. Болельщики уверены, что в этом году результаты значительно улучшатся. Завершается матч в Красноярске, завершается осенний этап сезона во второй лиге «Б». «Идисей-2» уступает в Восточно-Сибирском дерби футбольному клубу «Иркутск» со счетом 0-1. Первый домашний матч пройдет 19 мая. Соперником «Бабров» станет один из лидеров чемпионата «Динамо-Санкт-Петербург». А пока болельщикам остается следить за выездными играми и надеяться на победу иркутян. Футбольный клуб «Иркутск» полностью готов и снова в игре. Егор Сорокин, Руслан Ульмасов. Местное время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова